Ну что, за Родину и за Распутина? Да, друзья, мы наконец-то дождались первых подробностей о грядущем сезоне Величия, который стартует совсем скоро, 10 марта. Устраивайся поудобнее и слушай внимательно Страж. Я, Джонни Лейни, расскажу тебе всё самое важное и самое интересное. Начнём! Сюжет Солнечные часы что-то там опять спровоцировали. Это что-то спровоцировало пинать вперёд компанию Красной Войны из Ванилы Дестани 2, следуя которой Кабал произвели секретную операцию на своём корабле Безжалостный. И теперь он вновь стал угрозой для жителей последнего города. Ну а Стражам нужно, конечно же, помешать надвигающейся беде. На помощь нам придёт Лысый из Авангарда и дочка олигарха Анастасия Брей. Коммент, если скучал по завале, лайк, если соскучился по Ане. А, ну и ещё один старик тоже за нас. Но это не точно. Военный разум Распутин. Та самая машина, с которой мы виделись во время событий дополнения Военный разум. Судя по странице с информацией анонса, нам предстоит активировать оборонительную систему Распутина на каждой из планет. Это станет неким новым видом открытых мероприятий. Ну или будет завязка на старых пабликах. Оборонительные структуры будут называться Башни Серафимов. Конечно, это как система обелисков, только красиво нарисованная. Надеюсь, в финале сезона мы не начнём формить миллионы фракталина для этих башен. Но на этом активности с Распутиным, конечно, не заканчиваются. Чтобы вся сеть военного разума работала как надо, нам ещё нужно будет зачищать бункеры. Очень знакомо звучит. Похоже на затерянные сектора. Разумеется, это сезонная сюжетка. Я не хочу завышать ожидания. Всё же полноценная кампания обычно присуща осенним крупным аддонам. Но оглядываясь на миссии с Сейнтом из текущего сезона, хочу надеяться, что даже если миссий будет немного, поставлены они будут на высшем уровне. Думаю, нагляднее говорить о сезоне будет, имея календарь перед глазами. Вот он. Есть подозрение, надежда, подозрение, надежда, что это не всё, но общее представление сложить можно. Прямо с первого дня начнётся сюжетное задание, связанное с теми самыми башнями Серафимов. Оно обещает новые наборы оружия. Вот оно. И новую броню. Вот она. Шапка-ушанка, мать вашу. Геральдика царской России. И шинель на Варлока. Патриоты довольны. Очевидно, это вот изначальный внешний вид брони, ну а это уже с орнаментами из сезонника. В первую пятницу нового сезона, пятницу 13-го, в игре откроется долгожданный режим испытаний Осириса. По заверениям разработчиков, вернутся они надолго, так что это не сезонный ивент, и он останется в игре на последующие сезоны в том числе. Подробнее об испытаниях Осириса я уже рассказывал вот в этом видео. Из нового стоит отметить, что для триумфов испытаний Осириса будет добавлена специальная печать, а также игрокам обещают получить возможность заказать бейсболку и значок, чтобы гордо носить их в память о вашем триумфе на улицах вашего города, а не только последнего. Кроме этого, первые две недели нам будет открыт доступ к бункерам Распутина на ЕМЗ и на Луне, а дальше при смене недель планеты будут обновляться, например, с 7 апреля нас ждет ИО, так что готовьтесь выслушивать ворчание Ашера, заглядывая на куда более далекие даты. 21 апреля откроется новая сложность сумрачного налета, Грандмастер, о которой писали разработчики в последнем выпуске статьи на этой неделе в Банже. Также, видимо, в эту дату станет доступна новая печать триумфов, связанная с ПВЕ-частью нового сезона. Я Грандмастера очень жду, очень хочется погриндить, попревозмогать. Три недели нового ивента будут ждать нас тогда же, 21 апреля. Игры Стражей, так называется это мероприятие, состязание между классами со специальными наградными сетами брони. Гадать особо не приходится, но думается мне, что механика ивента может очень сильно напомнить гонку фракций из первого года. Фарми жетоны, сдавай в копилку своей фракции и обгоняй соперников, получай награды. Что-нибудь в таком духе, только не во фракции, а в классы. Самое смелое предположение относительно этого ивента уже звучало в комментариях. Титан в авангарде есть? Варлок тоже. Неужто стоит ждать намека на появление преемника Кейда? Конечно нет. Чуть не забыл. Как и предполагалось, новый сезонный артефакт, это тот самый клинок с анонсирующего арта. Ханжали военного разума. Новые моды и ненужный Василисе бонус к силе. Осуждаю. Конечно же тебе интересно, что еще из наград ждать. Броня новая есть, пушки какие-то тоже показали. А как же экзотики? Их показали два. Наверняка будет еще, но пока всего не раскрывают. Итак, встречайте. Автомат Спички Томми. Космическая винтовка Томсона с диском-барабаном. Получить его можно будет, прокачивая свой сезонный пропуск, а если он тебе куплен, то экзот ты получишь на старте. Второй экзот. Знакомый игрокам из первой части. Четвертый всадник. Четырехствольный дробовик с электрическим типом урона. В первой части он вславился неприлично конским уроном и высокой скорострельностью, так что это такой претендент на звание эксперта по нанесению дамага по боссам. Ну и в завершении всех новостей, давайте отдельно покажу, к чему будет доступ у игроков, которые не купили сезонный пропуск, а какие бонусы ждут все же тех, кто купил сезонник. Вот вся инфа перед вами. Сравнивайте, делайте выводы. Такие новости. Наконец-то дождались. Пишите в комментариях, что из перечисленного ждете больше всего, и оставайтесь на связи. Скоро будет куда больше интересного. Спасибо за просмотр и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok